Вот, попробуем сегодня на русском языке влог сделать. Такого еще не было. Так, начнем мы с вот этого, ну, как бы мини-полюдариума, где у меня живет вот этот вот краб-вампир, как он называется, Vampire Crab. Как видите, он здесь вот туда-сюда ходит. Я немножечко реорганизовал все здесь. Здесь вот есть спатифилум. Это вообще-то комнатное растение, но его можно прямо в воду вот таким образом ставить, корни. И вот он растет. А вот это, вот это, это у нас Гиграфилосиомензис 53b. Hygрафилосиомензис 53b. Это растение, в принципе, аквариумное, но, как вы видите, оно растет уже вне воды. И причем, когда оно это делает, то листья, которые находятся в воде, они, короче говоря, сбрасываются. Вот здесь есть множество креветок. Вот одна из них, кстати, вот беременные вот яйца. Видите? Вот. И там еще есть у нас гупи. Один, я думал, это эндлер. Оказалось, это что-то вроде как гибрид. Вот он. Ему, наверное, месяца три или четыре, что ли. А вот здесь у нас рядом, здесь у нас рядом вот такой небольшой аквариум. 8 литров, по-моему, здесь. Это то, что я спас из маленького 20-литрового аквариума. Кстати, вот для информации, 5 галлонов – это где-то приблизительно, значит, где-то 20 литров. Поэтому, если я говорю 5 галлонов, это значит где-то 20 литров. Ну вот, мы видим, что есть недостаточность питательных веществ. У Людвигии вот это растение, вот желтенькое. Остальные вроде бы чувствуют себя более-менее. Здесь вот три у нас малечка. Это у нас тоже походу гупи. И множество креветок. Они уже размножаются, едят все подряд. Вот, едят они обычный корм, такой же, как и корм для рыб. Такой дизайн называется икебана. Ну, это, конечно, не очень красивый икебана, потому что это просто стаканчик такой или кружечка, я не знаю. А так, в принципе, ставят красивую посуду и все, так сказать, в нее. Все растения. Вот такой вот небольшой аквариум. Здесь у нас навесной фильтр со старого аквариума и освещение. Небольшой такой светильник. Между прочим, для размера его очень даже яркий. Ну, в принципе, вот здесь у нас внутренний фильтр, который вот так поливает воду. Вот для чего нужны фильтры? Фильтры, в принципе, они выполняют две функции. Первая функция – это очистка воды механическим путем. То есть вся взвесь, которая находится в воде от еды или от отходов жизнедеятельности, она поднимается в фильтр. Через губку проходит, и вода, значит, выходит уже почище. И второе – это биологическая фильтрация, которая, по сути, представляет собой фильтрацию полезными бактериями, которые накапливаются в содержимом фильтра. Ну, эти полезные бактерии также накапливаются на всех поверхностях в аквариуме. Здесь посмотрим на вот этот 63-литровый, значит, такой вот длинный аквариум. В принципе, вот на заказ был сделан. Это я продумывал пропорции. Здесь у нас вот тигровые барбусы, или, как их еще называют, суматранские. И вот мутанты есть. Я уже о них рассказывал. Вот эта окраска темно-бирюзовая. Нет, даже не бирюзовая, темно-изумрудная, что ли. На камере как бы она как будто синяя больше. Это тот же самый вид, просто селекционный такой, скажем так, вариант. И вот это вот панда малинезии. Вот эти желто-черные, тоже очень веселые рыбки. Вот недавно мы, кстати, говорили о том, что здесь нет водорослей. А вот они уже есть. Обратите внимание на вот эти пятнышки белого цвета. Это вот как раз начинают у нас расти потихонечку водоросли в аквариуме. Это естественный процесс, особенно если аквариум новый. И на некоторых камушках, на гравии тоже вы можете заметить зеленые вот такие вот наросты. Это у нас тоже водоросли. Вот именно на мелком вот этом вот, на мелком гравии это водоросли. Вот эти камни называются дрэгонстоун. Они очень популярны в акваскейпинге. Мне не нравится, как этот камень стоит, потому что вся красота сзади. Поэтому я, скорее всего, переставлю. И вот растения принялись. Они растут, выросли, наверное, даже визуально заметно по сравнению с даже двумя неделями. Это тоже один из важных показателей. Если растения растут, значит цикл более-менее уже устанавливается. Что такое цикл в аквариуме? В принципе, это, так сказать, установление в аквариуме полезных бактерий. Причем это происходит со временем в результате жизнедеятельности организмов. Но для того, чтобы поддержать этот процесс, мы можем помочь, например, допустим, установить в аквариум старые фильтры. Вот они. Вот один, и второй навесной, и второй новенький. И вот еще один очень даже эффективный двойной губочный фильтр. Вот, значит, от компании Atman. Это новенький, но он уже довольно-таки долго работает. Где-то недели две, поэтому уже устанавливается, я думаю, там, так сказать, полезная микрофлора. Вот эта микрофлора, она что делает? Процессы жизнедеятельности рыб, они, разумеется, портят воду. А так как вода у нас одна и та же, то есть мы же ее не меняем каждый день, мы должны как-то помочь расщепить все эти вредные вещества. И для этого существуют полезные бактерии, которые все это поглощают. Вот так вот, в новом аквариуме таких полезных бактерий, как правило, мало. Поэтому необходимо в первое время очень часто менять воду. А также вот такие подручные средства, как перенесение уже установленных фильтров, устоявшихся в аквариум, очень полезно даже. Потому что там уже есть микрофлора, и она помогает. Ну и плюс, вот, например, гравий здесь, вот, например, вот, допустим, коряги. Некоторые растения, тоже на них есть эти полезные бактерии. Ну вот, такой, значит, у нас расклад. Здесь у нас с вами вот это как бы таким вот незамысловатым образом получилось почти как Nature Aquarium. В принципе, вот такого рода дизайн аквариума называется природный аквариум. И я уже, по-моему, рассказывал, особенно вот мои учащиеся должны знать, что родоначальником такого жанра аквариума, аквариумного дизайна, если хотите, это Такаши Амано, знаменитый аквадизайнер, фотограф, спортсмен из Японии. Ну вот, что здесь мне не очень нравится. Вот, например, вот эта коряга, которую вы видите вот слева, она немножко будет какая прямая. По сравнению с вот этой большой корягой, она более извилистая. Поэтому получается небольшое такое отклонение в дизайне. Вот я думаю ее убрать. Здесь много водорослей накопилось. Почему? Потому что здесь-то рыб, может быть, не так уж и много. Они много, но они маленькие. Большого, так сказать, больших хлопот в плане отходов они не доставляют, но едят они много и остатки еды нет-нет, они иногда забиваются. То вот между вот этими листьями, то еще где-то в толще воды. И это вызывает рост водорослей. Потому что основным источником питания водорослей, например, вот этих нитевидных водорослей, является как раз отходы, которые не обрабатываются нужным образом. Вот, например, допустим, фильтр не засасывает их вовремя. Они накапливаются в толще воды или между листьев, и начинается рост водорослей. Ну вот здесь в данном случае коридоросы помогают, вот сомики, вот они, которые у нас подъедают все на дне. Или вот эти вот псевдоскаты. По-английски они называются хиллстрим лоучес. Я, по-моему, уже об этом рассказывал. Вот они, очень веселые рыбки, любят такой поток воды. Ну, в принципе, вот. Поэтому здесь нужно как-то эту проблему решить. Думаю, что придется, наверное, вот эти растения немножко разрядить, или, я даже не знаю, или там фильтр, что ли, поставить именно в тот угол. Поэтому этот аквариум, так сказать, немного страдает от водорослей. Но после последней чистки, по-моему, немного лучше уже. Так что вот такие новости. В принципе, вообще-то это зависит, за все время существования влогов, да, моих. Это первый влог на русском языке. Вот решил попробовать и посмотреть, как это будет аудитории. Ну что, спасибо всем. Берегите себя и еще увидимся. Бай-бай.